Здравствуйте, дорогие мои друзья! У меня сегодня последний вечер в отпуске. Завтра я иду на работу. Вроде бы перед сном пора выпить чашечку чая, расслабиться. Но тут я узнал такую штуку, что все-таки Google сдались перед китайским рынком. Что вызвало негативную волну либералов, ЛГБТ и других западных общественных деятелей. Дело в том, что в 2010 году Google под руководством ее сооснователя Сергея Брина стала ставить своей целью сделать информацию общедоступной. Дело в том, что не вся информация нормально принимается в некоторых странах. Приведу пример. Если крутить с утра до вечера в Чечне или Дагестане Бориса Моисеева голубую луну, как вы считаете, люди там нормально отреагируют или нет? Я думаю, очевидно. Китай, конечно, не Чечня, не Дагестан. Но сами понимаете, там свои законы, там своя культура. И после того, как раз, когда началась вся эта западная пропаганда различной однополой любви, феминизма, половой несправедливости, да и вообще навязывать мнение только одного государства о том, что хорошо, а что плохо. Естественно, китайское правительство и никогда не думало заботиться о правах людей, которые хотят засунуть себе что-нибудь в жопу. Они не хотели менять свои традиции. Законы, которым уже сотни или тысячи лет. И естественно, им совершенно насрать на Соединенные Штаты Америки. Поэтому они по-быстрому решили выпилить Google из Китая. Ох, сколько тогда кукарекали, что Китаю пипец. Ведь без Google жить нельзя. Но Китай всем назло стал лидером очень во многих сферах. И самое смешное, что в Китае сохраняется социалистический строй. Это вторая экономика мира. Она сама вправе решать, что и когда себе засовывать в жопу. Поэтому спустя 8 лет Google поняли, что Китай никогда не пойдет на уступки. И для того, чтобы вернуть рынок Китая, им придется жить по правилам Китая. В августе 2018 года Google планирует вернуться снова на рынок Китая. И для того, чтобы не злить правительство Китая, они будут создавать специальный поисковой движок. Где будут фильтроваться все запросы. То есть китаец не будет получать, к примеру, запросы, которые касаются стропонов, гей-парадов. Ну вы поняли, о чем я. Конечно же, петушиное сообщество начало кукарекать и возмущаться данным решением корпораций Google. И всякие там сообщества начали уже выражать протест. Типа, как они смеют жить не по нашим законам? Не соблюдать наши ценности? Как они смеют спать с женщинами? Сволочи! Якобы корпорация, создавая данный движок, нарушает права человека. Конечно же, в данной новости очень много разных тонкостей. Но я просто хотел выразить немного лично своего мнения. Ну, может быть, я перегнул немножко палку. Ну и кратко рассказать вам всю эту новость. На этом все. Всем пока. Спасибо за внимание.